привет друзья с вами варчик на 50 100 взял три отметки как обычно это значит что пора делать гайд после трех отметок есть люди которые любят 50 100 есть люди которые не любят 50 100 и те которые вообще про него забыли что он существует что такое amx 50 100 на восьмом левеле в 2021 году как на нем играть сейчас я вам все расскажу и так давайте по порядку что же такое amx 50 100 2021 году на восьмом левеле огромный ватный сарай который в меру быстрый но не сказал бы что он уже прям такой уж и ураган хотя раньше казалось что это довольно таки быстрый тяж но сейчас ты думаешь что да нормально он ездит иногда хотелось бы и побыстрее но в целом неплохо также у нас абсолютно отсутствует броня брони не было раньше брони нет сейчас в принципе откуда она появится на растет вместе с мухом который покрыл этот танк целиком поскольку за него забыла большинство ведь планка на три отметки у этого танка очень низкая 2362 эта планка на три отметки очень плохого прям танка 8 уровня крайне плохого но давайте не забывать что это прокачиваемый танк не прям у всех прокачиваемых танков планка на три отметки гораздо ниже чем у премиум танчиков поскольку их сначала нужно вывести в топ многие танкисты выводят в топ танчики медленно без всяких там свободок голды и так далее поэтому они сливают результат общий на сервере и статистика падает поэтому планка на три отметки на прям танках всегда будет выше поскольку они уже в топе вы когда покупаете его он уже находится в максимальной своей комплектации поэтому ничего качать не нужно но когда вы 50-100 выводите в топ что мы получаем довольно таки хорошее пробитие 232 пробития на голдой 263 с головой хватает чтобы пробивать все что мы видим увеземые зоны да с некоторыми новыми танками без увеземый зон могут возникнуть проблемы если они занимают какие-либо укрытия от кучек домиков зданий стен бойниц и так далее с такими товарищами будут проблемы даже на ауди но против них нужно работать тактически лоб в лоб нам с ними бодаться нельзя но про это позже также у нас точность 036 сведения 3 секунды и стабилизация средненькая да нам нужно сводиться останавливаться и только тогда мы будем нормально попадать еще желательно нам никим перед через всю карту в принципе за счет орудия размеров скорости тип геймплея уже предопределен на этапе рассмотрения характеристик танка также у нас 6 снарядов в барабане по 300 альфы у нас в барабане 1800 урона многие танки которые мы встречаем в бою мы можем забрать если полностью прокрутим их на своем барабане с уроном это самое главное и грозное оружие у нашего танка и нам нужно им пользоваться правильно поскольку если будем делать неправильно то это вылезет нам боком и все будет только хуже обзор у нас 380 такой себе брони в принципе нет и танкует этот танк практически никогда даже боится фугасы поэтому помните об этом и не подставлять максималка 51 удельная мощность 17 в целом танк более-менее едет с подвижностью все нормально забоем вы успеете тем более в наш тип геймплея эти характеристики маневренности и скорости подходят очень даже хорошо и так поиграл я на этом танке довольно таки много раньше сейчас три отметки взял какой же мой вердикт поэтому танчику это один из самых сильных танков восьмого уровня с необычным геймплеем которого практически нет в игре вообще ни на одном танке нет барабана который настолько уверенно за один барабан убивает одноклассников до этого такой геймплей был на ваффентрагере аус е100 который успешно убрали из игры но тот танчик был на 10 левеле и он уверенно с барабана забирал десятки такого танка больше в игре нет но есть аналог с подобным геймплеем очень схожий у них характер и ведение боя по тактике в принципе очень похоже теперь я расскажу как на нем играть и что самое главное у нас есть огромнейший барабан большой длинный с кучей снарядов который очень долго раздается очень долго перезаряжается и наша главная задача по мере боя абсолютно не такая как у всех поскольку у нас уникальный геймплей и таких танков в игре практически нет поэтому многие и сталкиваются с проблемами поскольку не понимает как вообще реализовать этот танк и чё на нем нужно делать поскольку они на обычных то танках которые крайне схожи по геймплею не всегда могут понять как играть а этот танк вообще абсолютно другой он не схож практически ни с кем из того на чем вы могли бы поиграть в world of tanks и задачи у него на бой тоже другие поэтому играть на нем нужно по-другому и думать совсем не о том о чем вы думаете на практически девяносто девяти процентах остальных танков которые вы играли нужно настолько тщательно проанализировать ситуацию в бою настолько тщательно понять что происходит предвидеть ход боя так чтобы на протяжении боя буквально два-три раза с кем-то уединиться на поле боя для того чтобы подарить ему весь свой барабан хватило на это времени и мы смогли еще предугадать и оценить насколько дорого нам будет раздача этого барабана то есть мы должны поле боя видеть свысока как общую картину сверху и понять что вот этот танчик в это вот время отделен и если я сыграю определенным образом я смогу ему раздать барабан или часть барабана есть много тактических способов как это сделать и увидеть когда танчик отделен когда танк может быть отделен от всех остальных в бою очевидно что когда он заехал не туда его никто не прикрывает и при выходе на него мы не заплатим сильно дорого пока будем раздавать ему барабан также если танчик на перезарядке а враги которые прикрывают его либо чем-то заняты либо не могут постреливать какую-то зону в которой вы можете спрятаться пока будете раздавать барабан для этого нужно досконально понимать все прострелы на карте не только для того чтобы раздавать барабан но и чтобы по вам не вели в этот момент огонь вражеские танки также мы должны понимать что иногда стоит потратить какую-то часть своего здоровья для того чтобы раздать барабан убить кого-нибудь раздамажить показать союзникам что вы кого-то дамажите они могут последовать за вами или вы за кем-то после того как вы разобрались на каком-то направлении вы освобождаете союзников и они поедут что-то делать вы должны это видеть по мини карте и двигаться туда где сможете раздавать барабан еще раз и такое нужно проделывать в бою раз за разом вплоть там до 3-4 раз и у вас будет море урона и вы крайне эффективны будете в бою повлияйте на исход боя точно вам не нужно сдерживать направление стоять на каких-то позициях перестреливаться в позиционках что-то там продавливать и заниматься какими-то обыденными вещами что вы делаете на остальных танках да и кемперить не всегда эффективно с нашего танчика с кривой пушки после того как мы раздадим кривой барабан вдаль мы уйдем на долгая кд такое себе основное чем мы должны заниматься это то о чем я рассказывал искать уединение с вражеским танком чтобы раздать ему барабан и после того как мы это сделали мы должны понимать что после этого мы будем продолжительное время находиться в еще большей опасности чем во время раздачи барабана поскольку мы не можем вообще никому ничем ответить и даже ватный танчик и даже шотный и вообще самый хромой бедолага может просто приехать и натыкать нам полный рот и об этом мы должны думать весь бой не про какие-то агрессивные позиции где-то можно от рельефика поиграть где можно по кемперить вдаль там и так далее мы должны больше заниматься тактикой для того чтобы вывести свой танк на раздачу барабана желательно бесплатного или чтобы мы заплатили за это не сильно много после чего мы должны удалиться с поля боя на небольшой промежуток времени и потом снова отправляться на раздачу бесплатных барабанов но это не значит что пока вы заряжаетесь нужно просто стоять где нибудь там на красной линии уже во время того как вы заряжаетесь вы можете думать куда ехать даже не то что можете вы должны думать и уже двигаться рассчитывать время что пока вы заряжаетесь вы уже куда-то можете проехать там будет какая-то ситуации вы в ней займете определенную позицию чтобы раздавать уже сразу следующий барабан вот такой геймплей на 50 100 на этом танке максимально раскрывается насколько вы хорошо думаете про весь бой целиком это очень интересно попробовать такой геймплей когда вам обычной танки уже надоели сам бы варчик играть красиво всем пока а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok